Всем привет! Не так давно компания Facebook удалось разработать воистину уникальную платформу без проводной связи. Особенность устройства OpenChalla заключается в том, что благодаря набору достоинств с ее помощью можно создать точку сетевого доступа в любой части мира. Сказать, что коммуникативные возможности платформы весьма широки, не сказать ничего. Посредством OpenChalla можно как создавать локальные сети, так и получать доступ к ряду систем, вроде LTE и другим системам интернет-связей. Но и на этом качество платформы не заканчивается. Главной особенностью OpenChalla можно назвать открытые технические сетевые исходные коды, позволяющие предпринимателям, операторам связи и производителям оборудования создавать, внедрять и настраивать локальную инфраструктуру. В ближайшее время компания Цукерберга с другими компаниями планирует создать вокруг сетевых технологий крупное сообщество, признанное в будущем улучшить платформу. Известно, что до момента конца 2015 года около 4 миллиардов людей не имели доступа в интернет, также порядка 10% населения Земли вовсе не имеют доступа к мобильной связи, так как находятся за пределами ее зоны действия. Facebook задался целью решить эту проблему, сделав интернет дешевым и доступным во всем мире. Компания Цукерберга обозначила основные принципы работы OpenChalla. Платформа имеет модульную конструкцию, которая дает возможность системе работать с разными видами беспроводной связи. Второе – дешевизна. Она позволит реализовать программу даже в самых бедных странах мира. В-третьих, это возможность использования платформы разными аудиториями от малых групп до несколько сотен человек. В-четвертых, можно использовать посредством существующих инфраструктур, вроде электросетей, телеграфных столбов и так далее. Внешний вид OpenChalla не бросок и больше напоминает небольшую мыльницу, однако начинка платформы скрывает в себе довольно сложную электронику. Отмечается, что платформа будет функционировать в обход операторов мобильной связи. Этот факт может стать причиной серьезных экономических последствий. Бытует мнение, что Марк Цукерберг, создавая OpenChalla, намеревается занять место главного монополиста в сфере сетевой коммуникации. Вообще, конечно, это неплохо. Если действительно это воплотится в жизнь в ближайшем будущем, то для операторов связи это будет, можно сказать, пасмурный день. Многие уйдут в небытие. Но для нас это прорыв в том плане, что у нас интернет будет очень дешевый и доступный почти всем. Но я так думаю, что здесь необходимо установить сеть. Эти мыльницы должны быть у многих. Хотя бы, например, в одном районе, хотя бы, наверное, мыльниц 100 должно быть. Там у меня на даче или еще кого-то. И между ними будет устанавливаться связь. И я буду иметь доступ через эту мыльницу к интернету. А эта мыльница будет иметь доступ через другие системы связи и входа в интернет. Конечно, мобильная связь будет, можно сказать, в проигрыше. И здесь другой вопрос возникает. Политически уже. Поскольку удешевление интернета и возможность доступа всем нам к этому интернету, в обход, может быть, операторов, тут уходит и возможность контролировать. И здесь уже государство, авторитарные страны, скорее всего, будут бороться с этими мыльницами. И, может быть, даже запретят их на территории своих стран. Но так или иначе, это прорыв. Удачи Цукербергу. В общем, всем пока. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok